В нашем городе, я знаю, что многие об этом читали, потому что в новостях говорили, продолжают говорить, рассказывали про убийство одной блогерши с нашего региона, фотоблогер, которая вела там инстаграм, ее звали Кристина, вот. И вот видите, можно несколько фотографий показать из ее инстарекламы, видите, где она счастлива со своим мужем в поцелуях, вот у них все игрушки, в общем, такая счастливая жизнь. Обычно, когда видишь такие снимки, как бы невольно чувствуешь, думаешь, как-то вот, вот вроде бы хорошая семья, а как-то так не живем мы, вот такого нету вот этого всего, какого-то вот такого сказочного, вот этого всего удивительного, вот эти все, как это сделано все время, только улыбки, только радость, только смех, только чмоки-чмоки, поцелуйчики и прочее, прочее, прочее. И вот она пропадает, ее ищут, потом, в конце концов, около одной из трасс, ведущей в Челябинск, там, около Арамиля, ее нашли, в овраге лежала уже труп полуразложившийся, стали это все, когда началось следствие, оказалось, что это муж и задушил ее, и держал ее труп дома, пока не начался запах, а потом просто загрузил машину, отвез и через несколько километров выкинул в овраге. И когда вот в прошлом месяце я читал вот в этих новостях следствие, как ведется следствие, и когда спросили о причине, что послужило причиной убийства, он сказал, говорит, мы все время, из месяца в месяц, делали только две вещи, это дрались и ругались, ругались и дрались, ругались и дрались, дрались и ругались. Когда смотришь на эти сказочные снимки, которые показывают вот эту удивительную сказочную жизнь, ну, трудно представить, что в реальности у этой пары, кроме драк и руганий, практически ничего не было, по словам мужа. То есть, постоянный конфликт, при этом такая красивая обложка. Поэтому я думаю, драгоценный, что слова Иисуса Христа, они, конечно же, актуальны для всякого времени, но возникает ощущение, что для нашего времени это актуально, как никогда. Потому что благодаря средствам связи, там, интернету, всевозможным социальным сетям, люди часто... В этом есть, конечно, какие-то свои определенные плюсы, потому что сегодня люди, даже когда разъезжаются по разным городам, и даже странам, контакты не теряются. Раньше люди меняют место жительства, все, старые связи, все разрываются, новые возникают. Сегодня люди могут путешествовать по всему миру, не разрывая старых связей ни с друзьями, ни с родными, ни с семьей. Люди все время находятся в контакте друг с другом. И вроде бы это очень хорошо, но с другой стороны возникает такая возможность создать внешний образ своей жизни или жизни своей семьи таким удивительным, таким ярким, что люди уже потом не могут понять, что это лишь картинка, просто вот этот обычный инста-хайп. А за этим же жизнь должна стоять. Мы покупаем конфеты не из-за красивой оберки, а из-за содержания. Точно так же, когда Иисус, обращаясь к своим последователям, говорил им вот эти слова, лицемер, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри она полна хищения неправды, когда такая мега-забота о внешнем. Мне всегда удивляют эти люди, которые, бывает, встречаешься, и они, бывает, так выглядят, так элегантно там все так. Думаешь, ой, какой аккуратный человек, как вот он следит за собой, пока ты не окажешься у него дома, и ты окажешься у него дома, и там такое ощущение, что все чистое на нем, больше ничего. И вот Иисус и говорит, между тем, как внутри полны хищения и правды, слепое, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. То есть Иисус, конечно же, не говорит, что внешнее вообще не важно, не важно, как мы выглядим, ничего не важно. Иисус говорит, что акцент не на внешнем должен ставиться, не внешне определяет внутренне, а наоборот, изнутри все выходит. Изнутри. Можно создать, сегодня особенно, как я говорю, можно создать иллюзию счастливой жизни, можно создать красивую, яркую обложку. Мы, как верующие, можем создавать не только яркую обложку там каких-то там своих успехов жизненных, но и духовной жизни можно создать красивую, яркую обложку. Как вот это все проявляется у нас, вот так вот все. Но при всем при том, настолько заиграться в это все, что не забыть, что жизнь-то это то, что происходит внутри, внутри тебя. Что внутри происходит? У меня на прошлой неделе было очень интересное переживание, я был в интересных местах, у меня были очень интересные духовные переживания, и я поделился с одним своим знакомым об этом, он самый с другой стороны вообще, но он христианин, который занимается христианскими СМИ. И он говорит, Виктор Гавидович, ты напиши об этом, напиши, расскажи об этих всех вещах, мы опубликуем. Я ему ответил, говорю, знаешь, у меня есть вещи в жизни, о которых я не рассказываю, максимум самым близким людям, они знают. Вот, у меня есть жизнь, которая принадлежит только мне, причем это самая интересная моя жизнь, самая важная. Она закрыта. Как Иисус говорил, есть вещи, которые должны быть между тобой и Богом, ну или максимум тобой и близкими людьми. Вот, а наша жизнь происходит, о которой я не знаю, о которой я не кричу, не рекламирую, но по существу, вот все, что я делаю в жизни, все, что у меня в жизни происходит, включая и проповеди в церкви, для того, чтобы я мог переживать вот такие минуты, когда я безгранично счастлив, когда я соединяюсь с Богом, когда у меня очень интересные внутренние переживания, о которых я никогда никому не рассказываю, потому что, во-первых, об этом не рассказать, а во-вторых, зачем? Это только между тобой, между тобой и им. И я даже не могу представить, зачем бы я все делал, если бы у меня не было вот этих минут, для чего трудиться, там, зарабатывать деньги, ездить, там, опаздывать, приезжать, говорить, не понимать друг друга, преодолевать непонимание друг друга. Наша жизнь, она же состоит из кучи всевозможных сложных моментов, проблем, решения проблем, определенных усилий. И возникает вопрос, для чего? Для чего все это преодолевать? Для чего все это решать? У тебя вообще есть в жизни моменты, когда ты по-настоящему счастлив? Счастлив не на показ, не для инстаграма, не чтобы кого-то впечатлить, не чтобы там похвастаться. А вот именно для тебя, вот есть у тебя, потому что получается, да, что вот это все эти обложки, красивые, да, яркие, потом их убираешь, и ничего нет, ничего не остается. Зачем? Зачем жить так?